Теперь мы сегодня будем говорить о еврейской музыке. Мы в прошлое занятие сделали такое вступление, объяснили, что такое музыка, как она воздействует на человеческий организм, а сегодня уже больше будем заниматься еврейством. Интересно, что уже первое слово «берешит» еврейские комментаторы истолковывают следующим образом. «Пресвятой благословенно он сотворил этот мир, чтобы тот воспел ему песни». Есть такой метод, да, альтикра, метод комментарии Торы, который придумал Гилель. Не читай так, а читай так, да. Поэтому «берешит» это как «б», да, «реш», да, «алиф», так, «ше», «юд» и «те», да. И получается, если переставить, поищается «шир-таав», «шир-таав», что означает «вожделенная песнь». Само первое слово «берешит», если переставить буквы, можно прочитать как «шир-таав», «вожделенная песнь». Согласны, что вся Тора – это песнь? Да. Это Тора – песнь, которую поют. И когда мы читаем Тору, да, в современной тексте мы видим, там, кроме оголосовок, еще небольшие знаки кантиляции. Это еврейские ноты, которые показывают повышение, понижение голоса и так далее. Есть разные методы, значит, «шир», да, «шин», «юд», «реш», так, «таав», что получается у нас? Да, «таав», да, дальше «алиф» и «бет», да, «бет», «таав». Хорошо, «возделенная песня». И в еврейских книге «Загар», это вы помните, связанная с Кабалой, сказывают, что исток и начало каждой мелодии коренятся в глубине души, на уровне «ехида». В терминологии Кабалы душа подразделяется на пять уровней. Нефеш, Руах, Нешама, Хая и Ехида. Ехида – это самое высокое, Ехид – это единение с Богом. То есть, где рождается музыка в душе человека? В духе, если мы так будем говорить, по классификации, которой мы обычно пользуемся, да? Ехида – это высшая степень духа и единение с Богом. Я говорю, что в первые минуты творения уже звучала музыка. Когда Бог произнес первое слово, да, будет свет, и это, вы знаете, не было атмосферы, да, но колебания уже тогда были. И весь этот мир состоит из колебаний. И музыка – это тоже колебания, подчиненные определенному ритму и подчиненные определенной мелодии. Помните, от 0 до 16 Гц – это колебания, которые связаны с биоритмами человека. От 16 до 20 Гц – это слышим и нами звук. Дальше у нас какие идут звуки? Радиоволны, да, микроволновое излучение. Потом что? Свет, да, световые волны. Потом после этого идут различные виды излучения проникающие, как говорят, радиации, гамма-рентгеновское, потом гамма-излучение. Но еще говорят, что есть излучение еще более высшего уровня, которое в духовном мире и несет информацию из духовного мира. Волны – это удивительно. Видите, сама по себе волна, да, она не движется вперед, она просто колеблется, да. Но она способна с малыми затратами энергии переносить что? Большую очень информацию. И вот удивительно, что в музыке, в музыкальных нотах идет информация, которая прямо воздействует на душу и дух человека. И музыка доступна каждому человеку. Мы можем, допустим, не знать слов китайского языка или какого-то другого языка, да, но когда мы слышим музыку, у нас определенные ассоциации возникают у любого человека. Хотя китайская музыка, она имеет совершенно другой звукоряд, как вы знаете. И она бывает непривычна к европейскому слугу, так же и к китайскому слугу была непривычна европейская музыка. Вот. И Эзар говорит так же о Маше Робейне, который пел во время молитвы, потому что он молился за 600 тысяч евреев, и у каждой души есть собственный неповторимый мотив. Может быть, именно потому, что все молитвы и все чтения Торы происходило на определенные напевы, да, вот евреи такой музыкальный народ. Правда? Пятнадцатый стих. Можете сделать ссылку. Когда заиграл музыкант, не зашел на его, то есть на Элишу Дух Господень, и он начал что? Пророчествовать. Царем Саулом. Первое царство, десятая глава, пятый стих. Он шел в определенный город и встретил там огромное количество, здесь мы говорим сонм, но там употреблено слово гамон. Знаете, гамон есть, французское телевидение там, по-моему, да? Гамон толпа. Толпа пророков, да? Встретил что? Толпу пророков. А если гамон, что они делали? Гамонили, да? Гамонили. Да. И впереди их было арфа, тимпан, свирель и кинор. И они пророчествовали. На вопрос казарского царя о том, какую роль в иудаизме играет музыка, равен, как записано в книге Игуды Галеви, Кузари ответил следующее. Что касается музыкального искусства, то вообрази себе, что наш народ придает ему столь большое значение, что доверяет его самым высокопоставленным своим представителям, левитам, которые занимаются им частью священного служения, священном храме, священные праздники. Музыка – их первостепенное занятие. Помните, был целый класс, весь Израиль делился на Кагенов, Левитов и простых израильян. И целый класс был музыкантов. Не просто какое-то обределенное количество небольшое, но целое колено Леви занималось исключительно музыкой. То есть, в настоящее время, видите, музыканты, художники, литераторы, да, это, знаете, хлам. Художники, литераторы, артисты, музыканты. Так к ним относятся. Но в Израиле это было не так. Левиты были замечательными музыкантами, и в то же время левиты учили людей Торы. Правда? Да. Ну, вы почитайте, что левиты и священники, их обязанности, ходило обучать народ Торы. Они, многие левиты ходили из одного города в другое, и обучали Торы народ. То есть, они были бродячими проповедниками, бродячими музыкантами. И так как они не имели своего определенного заработка, то что? Им целое выделялось, да, десятина. И даже было левитское, помните, десятина, да, левиту, сыроте и вдове. Для них выделялось. И это искусство представляет важность для всего народа в целом. Потому что, если у нас обычно вот в христианской традиции, вы помните, музыканты, это были какие-то, ну, парии. Если в средние века вы смотрели там разные судьбы музыкантов, вот, может быть, Капитан Фаркас смотрели фильм, да? Ну, вы помните о судьбе бродячих музыкантов. То у иереев музыканты всегда пользовались большим уважением. И самый известный из них – это Давид и Самуил. Раби Ильягу из Вильны, который мы знаем, как Виленский Гаон, восхвалял и превозносил музыку такими словами. Без нее нельзя было бы постичь ни сокровенные смыслы Торы, ни тайной песен левитов, ни мудрости Куней Газагар. Ей подвластны жизнь и смерть. Зазвучит, и человек отправится в мир иной. Зазвучит и отворит заветные тайники Торы и воскресит из мертвых. А Рав Кук, тоже, вы знаете, один из высших авторитетов Израиля, это первый равен государства Израиль, живший в начале XX века, так описывал величественный Вселенский напев «Могучая песнь бытия, лежащая в духовных пластах мироздания, та, которую пифагорейцы называли общемузыкальной гармонией, по природе своей несомненно близка к пророческому прозрению». И если мы посмотрим в тонах, то мы видим, что была музыка различных жанров. Была музыка, я вам помните, приводил пример, не только божественная, да? Музыка военная, музыка свадебная, музыка для развлечения людей. Но любая еврейская музыка, она все равно так или иначе имела отношение к Богу, да? Да, допустим, в отличие от музыки, которая приводилась в различных храмах, ну, вы знаете, в храмах использовались такие вот оргии были, да? Вот, пляски в честь Дионисия и так далее, то есть музыка, которая разжигала что? Разжигала страсти, разжигала страсти. Да, и в честь Афродиты используются также и романтические смолы, всякие сейчас тоже вот афродизиаки, слышали, да? В интернете постоянно, захотите иметь женщину, пожалуйста, пользуйтесь этим афродизиаком, и никто вам не откажет. И так далее. То есть, все шло на что? На удовлетворение похоти. Я еще раз говорю, что грань между божественным и небожественным очень тонкая. Потому что тот, кто занимался божьим прославлением, тот занимается и небожьими делами. Помните, мы говорили об этой личности удивительной. И то, что цвета музыка была, или, допустим, дискотека, правда похоже прославление, которое мы видели, если прочтем пророка языки или на дискотеку? Да? Дело не в самой дискотеке, а в чем? На что направлено, да? И если мы что-то хотим определить, божье или не божье, прежде всего нам нужен духовный навык. Если у нас хороший духовный навык, то мы даже чувствуем это внутренне, своим интуитивно чувствуем. Если даже у нас нет духовного навыка, мы должны сравнивать по двум критериям. Первый критерий – это что или кто прославляется при этом, да? Прославляется ли при этом Бог, или что-либо другое прославляется. И второе – плоды. Мы видим очень много таких вот псевдо-христианских музыкантов, да, которые потом оказывается, что они принимают наркотики, что они совершенно не соответствуют своей жизни звания христианина. Правда? То есть, действительно, мы должны смотреть по плодам. Не тот, кто хорошо начинает, а тот, кто хорошо кончает. Правда? И помните, маленькая муха, она может испортить бочку благовонной мази, да? Благовонной мази. Или, как говорят, муха портит бочку мёда. Хорошо. И какие используются инструменты? Это поперечная флейта УГАВ называлась. УГАВ – поперечная флейта. То есть, есть флейта держит так, да? А есть флейта вот так. УГАВ – поперечная флейта УГАВ. Продольная флейта – ХАЛИЛЬ. Да. ЛИРА – КИНОР. Мы будем немножко подробнее, чуть позже говорить. ХАЛИЛЬ. ХАЛИЛЬ – флейта. Продольная флейта. ЛИРА – КИНОР. АРФА – НЕВЕЛЬ. НЕВЕЛЬ. АРФА – НЕВЕЛЬ. ЦИТРА – НЕВЕЛЬ АСОР. Так. А что значит АСОР? Десять, да? НЕВЕЛЬ АСОР – значит, на какой арфе? На десяти струнную, да? Есть такое выражение? Струнную. Да. НЕВЕЛЬ АСОР. Да. Барабан – ТОФ. ТОФ. Ф – на конце. ТОФ. ТОФ. Ну, как звукоподражание, правда? ЦИМБАЛЫ – ЦИЛЬЦЕЛИМ или МЕЦИЛЬТАИМ. ЦИЛЬЦЕЛИМ или МЕЦИЛЬТАИМ. МЕЦИЛЬЦЕЛИМ ШАМА, помните? ХАЛИЛУЯ, ХАЛИЛУЯ. Да. ЦИЛЬЦЕЛИМ или МЕЦИЛЬТАИМ. РОХ. РОХ – обычных кошерного животного, да? Можно антилопы и так далее, но не быка. Но не быка. Можно барана, РОХ. Значит, называется ШОФАР. ШОФАР. Ну, все знаете, да? И другой вид, серебряная труба, называется ХАЦОЦРА. ХАЦОЦРА. ШОФАР и ХАЦОЦРА были сольными инструментами. Остальные инструменты, в основном, использовались в оркестре. ХАЦОЦРА – это серебряная труба. В современных изданиях, если вы посмотрите Сидуры, или вы посмотрите Торудов, Масаретский текст, то вы увидите так называемые знаки кантиляции. Они вот обычно такие. Это судьбалы такие вот. Иногда вот так мы видим. Да, вот так видим. Вот так. Повышение, понижение, звука, крещендо и так далее. И использовались определенные отрывки. Ну, вот как бы, кроме того, как вот ноты звучат, да, есть определенные музыкальные отрывки, как бы являвшиеся частью мелодии. Вот если вы берете, например, вот современные, электронные, да, у вас есть определенные какие-то настройки. Вы можете подстроить, ритвы подстроить можете эти определенные мелодии. Вот эти вот, как бы, кирпичики, из которых состоит уже основная мелодия, они назывались краткие, запишите. Да, краткие, неизменные мотивы. Называются теамим и негенот. И вот основу знаков кантиляции являются вот эти краткие, неизменные мотивы. Теамим и негенот. То есть, знаки кантиляции, они указывают на определенный ритм, или на определенный теамим, да, или негенот, то есть музыкальный. Теамим и негенот. Есть нечто подобное в византийской традиции. Вы знаете, что христианская музыка, она напрямую, духовная музыка, она напрямую произошла от еврейской музыки. И такие в византийской традиции знаки называется Невмы. 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 А, да. Итак, определенные вот эти кирпичики, да, на которые основываются знаки кантиляции, и на которые они указывают, называются теамим и негенот. И изображаются в виде значков в еврейской Библии над строкой или под строкой. И в византийской традиции, а византийская традиция, она имеет связь с еврейской традицией, имеются тоже подобные зачки, которые называются Невмы. 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 Наиболее старейшие, да, наибольшие старейшие системы напева сохранились у еменских и иранских евреев. А также подобен лад григорианских песнопений. Этот лад носит пентатоническую природу. Я не специалист по музыке, моя жда бы вам объяснила, что это такое. Вот пентатонический музыкальный ряд. Ну, пента, наверное, пять, значит, связаны не с семью нотами, да, а с пятью, с пятью нотами. И это григорианские распевы, то есть те распевы, которые используются в современной церкви, да, православной церкви. Они очень сходны с тем, что было в музыке древнего Израиля. Какие же музыкальные инструменты? Вы знаете, что делятся музыкальные инструменты в основном на три группы. Ударные, по которым ударяет, да, Духовые, у-у-у, которые трубят, да, и струнные. Можно так и играть на струнных, но пианино, это, по сути дела, тоже самое арфа, только по-другому устроено, да? Вот, да. Да. Итак, Духовые. Угаб, Халил, Шафар и Хацацра. Угаб, Угаб. Это тростниковая дудочка. Это наиболее древний инструмент, потому что в книге Танаха описан Йовал, сын Лемеха, который был родоначальником всех играющих на гуслях и свирели. Значит, здесь употреблено слово кенор, гусли, да, кенор употреблено, современное, кенор на современной верите, это что? Скрипка. Скрипка, да, струнный инструмент, кенор и угаб. Иногда он переводится как свирель, да, иногда как флейта. И в Египте и Аравии сохранился этот музыкальный инструмент, а в Италии он называется Самбония. 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 От халдейского, от халдейского названия музыки, которое употреблено в книге Даниила 3, дробь 5. Самбония, да? И отсюда русское международное слово какое? Симфония. Да. Самбония, употреблено в Даниила 3, дробь 5. И отсюда слово симфония. Есть еще югаб. Это в арабском представляет собой пастущескую свирель. еще есть у Даниила 3, 5. Там, помните, они на разных музыкальных инструментах играли, да? Есть такое употребляется маш-ракита. 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 Почти как Маша в ракете, да? Вот. Это ракетка Маши, а по-русски это труба. Маш-ракита или труба. Кроме того, слово угаб сравнивает с словом агав, что означает страстно любить. Страстно любить. Да. Угаб, да? Ну, Б и В, это вы помните, одна буква, да? Поэтому, если мы прочтем то же слово по-другому, что получится? Агав. Страстно любить. Поэтому считали, что флейта, вот это угаб, она подражала звуку птиц в брачный период. Страстному звуку птиц в брачный период. На нем часто играли пастухи. И не только в Израиле, а в Месопотамии, Египте и Древней Аравии. Следующее. Следующее. Это Халил. 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 Это флейта тоже, помните, мы говорили про дольную флейта. Появилась где-то около 1250 года до нашей эры. И, вероятно, это связано с традицией Моисея. Может быть, Моисей тоже играл. Вы знаете, что Моисей воспитывался во дворце Фарона. А там, кроме изучения математики, астрономии и других наук также, изучалась музыка. Музыка ходила в общеобразовательный курс любого хорошо образованного человека того времени. Поэтому, вполне возможно, что пастух Моисей постоянно играл. Да, и мы знаем, что псалмы есть Моисея. Так что, в музыке он, видимо, тоже разбирался. Хорошо. Итак, Халил. Халил по-русски переводится как свирель. Первое упоминание у пророка Исаии 5.12 5.12 Вот. Также в Третье царство 1.40 Исаии тоже 5 глава 30 стих 30 Иеремия 48 и представлял собой флейту из тростника дерева или рога. На ней играли и в горе и в радости. Есть это упоминание Матфея 9.23 11 дробь 17 и пролюб и в религиозных торжествах. Первое царств 10 дробь 5 и Исаия как мы говорили 5 дробь 12. Халаль означает пронзить. Поэтому что получается пронзенный это флейта или дудочка которая много что выращит. Поэтому она называлась пронзенная. С другой стороны слово халаль резкий или в русском языке пронзительный заметьте интересно да что в русском языке как и у еврей используются однокоренные слова для таких понятий пронзенный или пронзительный и напоминал форму инструментов Месопотамии и Египта. Возможно они и возникли из Египта. Из Египта. Во время восстания Баркохтвы было изображение такой флейты и здесь уже у нее конец был немножко расширен и появился тростниковый мундштук тростниковый мундштук поддерживающий губы а также колокольчик форма инструмента как бы предугадывалась современный арабский габой под названием зимра зимра тоже от слова чего зимр да петь с опорожением музыкальных инструментов талмудический трактат Арахин говорит о том что перед алтарем играли на халилии инструмент звучал и вне храма во время радостных празднест и натравленных церевоях в матфея 9.23 в апокрифических деяниях апостола говорится о том что халил использовался для достижения определенного экстатического состояния духа были также двойные клейты называлась нехилот нехилот вот тут у меня нарисовано маленькая такая плисточка двойная клейта вот двойная клейта нехилот а здесь различные трубы как из рога животного шафары а также трубы металлические серебряные медные которые называются хацацра множественных хацацров это нехилот двойная 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 следующая хацацра а множественные хацацрот это то что мы называем горны кстати само слово горн как пионерский горн да оно происходит от чего от слова хорн хорн в немецком английском по моему тоже языке да это означает рог а хорн керен корн да видите корна корну то рогаты по итальянски да а керен рог это по на иврите то есть имеется тоже определенные схожести итак хацацра это горны в которых трубили при открытии храмовых ворот и особо радостных событий также трубили в ритуале жертвоприношений есть изображение по рельефу на так называемой колонне тита где изображены пленные иудеи несущие в рим храмовую утварь итак хацацра да это труба но эта труба металлическая да серебряные трубы но позднее стали медные использовать трубы и труба также звучала оповещая о начале войны Моисею было приказано от бога сделать священникам две серебряные трубы и употреблять их для собирания народа для сигналов на войне при провозглашении праздников и приношении жертвы и всесожжения и мирных жертв это числа 10 глава второй стих и дальше слово хацацра числа 10 глава второй стих когда бог сам заповедовал сделать такие трубы первое параллельпоминон также 13 дробь 8 второе параллельпоминон 20 дробь 28 псалмы 97 дробь 6 в частности во втором параллельпоминоне 5.12 говорится о 120 священниках которые трубили такими трубами в храме Соломонова можете представить какой был мощный духовой оркестр когда 120 человек трубили трубы по внешнему виду такая древнееврейская труба похожа была на египетскую и изготавливалась часто из загоценных металлов золота и серебра по описанию Йосифа Флавия хацацра это прямая труба длиной немного менее локтя заканчивается раструбом следующая металлическая труба которая называлась лурер лурер и почему-то археологи часто их находят парами то есть видите сказано было две трубы может быть они настроены были на два разных звука то есть когда вы знаете есть терции и так далее различные типа аккордов опять-таки они сильно разбираются в этих делах но когда два звука определенным образом настроены и трубили одновременно в две трубы древне афганские металлические трубы тоже звучали попарно такого рода трубы сохранились в наше время в Индии на Тибете в Румынии и Литве на двойных трубах играли либо одновременно либо попеременно если одновременно то труба сдавала разные по высоте если попеременно то тот же самый звук нечто похожее трубы изготовлены из дерева до сих пор в Карпатах и они как называются трэмбита трэмбита труба трэмба трэмбита похоже да язык на языке похоже так различные виды шафаров духовые нормальные фокусы различные виды шафаров вот это из рога антилопы есть такая белорога антилопа да есть из барана или другого любого кошерного животного у них кошерных по-моему рога иди растут насколько мне известно да хорошо шафар это труба из рога кошерного животного бывает большой и малый шафар вы видели малый шафар да такой большой побольше и сказано трубный звук весьма сильный исход 19 дробь 16 когда евреи выходили из Египта и они получали тору что звучало в русском языке трубный звук весьма сильный в иврите значит сильный звук шафара сильный звук шафара я трубил трубой чтобы собирать войско 2 царств 228 там употреблено тоже шафар праздник нового года рошашана нового месяча вы знаете они обязательно сопровождаются звуками шафара еще есть другое название шафара керен 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 рок керен рок рок употребляется как музыкальное орудие и описано в Данииле 3 5 опять в русском переводе труба почему-то вот эти узкоспецифические термины просто перевели как труба и у нас когда ангел вострубит при конце света то он трубит всегда нарисован в такую трубу как пионерский горн в то же время как сказано что мышей придет когда при последнем звуке шафара шафара то есть если еврейский ангел будет лететь то он в какую трубу будет трубить шафар да а вовсе не в такую трубу как пионерская хотя пионерские трубы тоже такие горды употреблялись не знаю не знаю да рог упоминается значит Даниила 3.5 переводе труба так Иисус Навин юбилейная труба употреблено 6.5 там употреблено слово керин керин тот же инструмент который в четвертом стихе называется шафар шафар вот то есть хацасра и шафар чтобы вы поняли что это разные инструменты да вот в псалме 97.6 тоже есть различия труба и рог теперь струнные инструменты хацасра одна хацасра множественная да обычно их использовали попарно вот или четное количество видите играли 120 музыкантов да и они были настроены звуки таким образом что когда играли одновременно да как звучит терция да ну музыки кто музыки разбирается ну когда берете звук через клавишу а через тон терция это через тон через тон ну я же говорю когда вот пропускаете аккорд когда 3 или 4 да вот вот она настроена как терция да ну чтобы представляю я еще раз говорю озвучить я вам это не могу когда я делал с женой да пианино она могла проиллюстрировать и все музыкальные термины объяснить я довольно имею слабое понимание в этом да теперь струнные инструменты это кинор и невель или небель 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 в б это они по-русски тоже по-разному переведены то как арфа то как гусли да вы понимаете что гусли гусли таких вот как гусли самогуды у древних евреев не было да были разные виды арф например Торевленов бытие 4 21 лаван также играл в бытие 31 27 бытие 4 21 помните юваль был он кто на арфе да учил на арфе играть и на чем и на этом самом да на трубе да так значит лаван умел играть на них они употреблялись в торжественных случаях при возвращении ковчега первого паралипоменон 16 дробь 5 при богослужении в доме господнем первое паралипоменон 25 дробь 3 при триумфальных шествиях второе паралипоменон 10 дробь 28 кенор это один из самых распространенных инструментов которых играли левиты аккомпанируя своему пению пение левитов сопровождало ритуал жертвоприношений которые совершали когены в храме вот десятиструнный кенор здесь уже немножко темно вот десятиструнный кенор помните который век десять кесаран на леру да это по изображению с древней монетой а гусли тогда уже гусли да оно оно же не похоже на гусли да ну совсем не похоже на гусли то есть я еще раз говорю что русский перевод Библии он адаптирован опять таки для русского человека восемнадцатого где-то девятнадцатого века нет нет свирель то была свирель духовая а кинор нет кинор может вы записали а кинор это это просто ювал играл да на ухабе и киноре да кинор и навель это струнные это вы записали что-то не так да ухаб это просто юваль играл на ухабе то есть духовом инструменте и на киноре да разные вещи я еще раз говорю кинор это что десятиструнная арфа да десятиструнная кинор и значит имело две формы множественные числа как мужского рода так и женского рода кинорим и женского рода кинород по свидетельству септуагинты это помните перевод который был во втором примерно веке до нашей эры слово кинор воспроизвинилось родственным словом кифара 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 было двадцати и сорока струнным инструментом слово кифара китара гитара и поэтому если мы представим себе совмещение понятий того времени мы всегда думаем вот нас оденут все балахоны дадут каждому по веточке этого самого гулава да и всем арфы в руки но там на откровениях играет на китарах на гитарах то есть прославление на гитарах просто в древнее время на гитар не были но что-то подобное видел кифара кифара это было двадцать и сорок струн так описывает вульгата да а еще кенор значит назывался в переводе вульгата извиняюсь кенор назывался ситара ситара китара гифара это все разные произношения одного и того же слова материалом служило дерево кипарис украшенный сплавом из серебра с золотом или янтарем форма кенора была различная на монетах в чекене примерно в 135 году нашей эры изображается кифар с изогнутыми контурами и горизонтальными клинками другие показывают что он имел форму канделябра напоминавшую традиционную еврейскую минору также была маленькая округлая форма лира которую держали с накроном удалив верхний конец отыграющего так же как и известных сирийских лиры той эпохи струны минием для кенора делались из овечьих кишок и в процессе игры струны можно было натянуть либо ослабить но тогда не было струн металлических согласно мишне инструмент имел 7 струн древний иудейский историк Йосиф Лавий в 1937 году нашей эры говорил также о 10 струнном то есть 7 струнная гитара да и 10 струнная гитара если по нашему теперешнюю у нас есть 10 струнная гитара ну вот почти почти что-то похожее почти что-то похожее Йосиф Лавий также говорил что употреблялся медиатор для игры на такой гитаре то есть ее вот так вот держали так и современную гитару в сторону вот эти рожки и вот таким образом на ней таким образом на ней играли и эти медиаторы и также другие приспособления для того чтобы удобнее было играть вторая книга паралипоменон и первая книга царств называют терминами и шарим и шарим принадлежности певцов шар петь да и шарим это принадлежности то что тех что поют а в первой книге паралипоменон эти инструменты называются клешир клешир это инструменты для пения кстати известное слово клейзмер да это что тоже самое клей шир клей инструменты для пения а клей з мер да тоже самые инструменты для пения называется клейзмер да хорошо Спасибо.